Приветствую, друзья! Из писем к другу. Вот смотрите, у меня есть зелёный, красный, чёрный, оранжевого нету. Кончается голубой и синий. Надо больше жёлтого и белого, телесного. И, конечно, коричневого. Может, там есть фиолетовый какой-нибудь, или ещё особенный цвет, которого у нас не было. Сразу на пяти холстах у меня рисовать получается лучше. Да, лучше получается. Посмотрите, вот эту белую ромашку, которую я... Это последний вариант. Пять белых ромашек я уже раздарил друзьям. Острецову две. А вы посмотрите наши встречи со Острецовым Игорем Николаевичем. После последней встречи до меня дошло, что проблема энергетики – это и есть самая актуальная проблема сегодня на планете. Из-за чего разгораются вот эти дикие споры между странами и так далее. Из-за чего вообще это возникла идея золотого миллиарда? Потому что, чтобы сохранить инфраструктуру, потому что вместо того, чтобы создать новые идеи, которые могут сохранить всё человечество и разум на планете, вот пытаются сократить человечество до золотого миллиарда, чтобы это принадлежало только тем имущим. А мы все люди вот так вот, как говорится, подвержены будем уничтожению. Золотой миллиард – это концепция серьёзная. Но у нас школа «Человек-годушек-хомо-футурус» – защита от этого. Мы там для того, чтобы люди умели управлять энергией напряжения, регулировать своё состояние, открывать свои творческие способности, изобретательские качества, петь, рисовать. Там мы создали комнату психологической разгрузки. Ну, смотрите там, кто не был у нас на вебинаре, как создать себе комнату психологической разгрузки. Смотрите записи там. Так вот, друзья, совершенно недавно я получил письмо неожиданное, такое, которое меня удивило, и немножко смешно, горько и смешно. В этом письме пишут, а как вы докажете, что вы научно обосновали метод саморегуляции «Ключ», о котором все пишут, и книжки, которые читают, там же нет науки никакой. Ну, друзья, там есть новая модель работы мозга, в которой четыре агрегатных состояния и одно нулевое, пустотное, безмятежности, в котором человек восстанавливается. Оно между этими четырьмя агрегатными состояниями. Первое агрегатное состояние – состояние бодрствования, в котором мы находимся. Второе состояние – сна. Третье – сна со сновидениями. И между ними вот это нулевое состояние. Получается пять состояний. Четыре таких, которые мы понимаем хорошо, вроде бы, кто не льстит себе, потому что слова кажутся понятными, а если вдуматься, там очень много надо задумываться, чтобы понять хорошо. А мне написали, а где же наука? Так у нас же и на энцефалограмме проводилась у Вейна. У Бехтеревой мы работу проводили. Я же обучал пациентов, которые с обживлёнными в мозг электродами. И когда проводили вот по методу ключ, они перед операцией моделировали у себя состояние эйфории, депрессии, безмятежности. И на электростимуляции мозга писались вот такие вот прямо вспышки, как при прямой электростимуляции мозга. Это очень важно. У нас много-много роликов на Ютубе. Сейчас мы их будем заливать в Рутуб. Что делать? Так вот, друзья. И человек, как раз-таки, его главная проблема – в зависании, как компьютер. Я об этом много раз говорил. И поэтому он начинает накручиваться. И поэтому нам надо научиться управлять своим состоянием, чтобы мы могли это делать лучше, чем делали раньше. Потому что время сжимается, и у людей нет времени вникать. А слова знакомые кажутся понятными. И идеи проходят мимо них. Пустоту. Что я хочу вам сказать? Есть понятие квант и волна. Так вот. Есть дискретное мышление, когда мы в доминанте. И есть мышление непрерывное. Это называется поток. Мы говорили там в некоторых роликах об идеальном собеседнике, когда можно выговариваться, 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 не делая между словами перерывов. И когда нет возможности что-то сказать, выговариваясь, то есть разгружаясь. Это как раз про комнату психологической разгрузки. Это очень сильная вещь. Потому что мы инстинктивно все это делаем, выговариваемся. Но мы это делаем неосознанно. А когда мы делаем это как упражнение, у нас развивается стрессустойчивость. А это как раз таки то, что сегодня крайне необходимо в наших условиях неопределенности. В наших условиях неожиданности. Когда что-то происходит не так, как мы ожидали. У нас происходят сбои. Резкий подскок нервно-психического напряжения, зависания и ожидания негативного исхода ситуации. И мы начинаем накручиваться. Мы об этом еще поговорим. Поэтому записывайтесь на YouTube-канал, несмотря ни на что. Записывайтесь на Telegram и Telegram-платформу, которую ведет наша Наталья Ковитама. Все будет под роликом. Записывайтесь. Там очень много интересного. Там много интересных дискуссий. И там очень много на что обратить внимание. Потому что там, где внимание, там и сознание. Там, где сознание, там и энергия. Ну да. Слово энергия сегодня всех заполонило. Все пишут об энергетике, энергетике. И, конечно, конечно, самое главное. Человек-творец. Этого никто не придумает вместо человека. Вот эти изобретения никакой ии это не сделает. Ии это инструменты, помощники. Все зависит от того, в чьих это руках. Поэтому, чтобы сохранить человечество, сохранить разум на планете. Давайте, друзья, и подписывайтесь. Наша школа «Человек будущего». И наше будущее внутри нас. И наша задача открывать себя. Потому что каждый человек по природе творец. Об этом я тоже говорил на своих ликбезах. На вебинарах. Вот сейчас мы проведем ликбез. Для родителей, у которых дети с ДЦП, с аутизмом. Пожалуйста, вместе с детьми выходите на этот ликбез. Объявление будет. Потом мы проведем вебинар. Тоже выходите. Там в зуме можно задавать вопросы. Не стесняйтесь. Наш метод отличается тем, что то, что вы не хотите, говорите, не надо. У нас есть индикатор напряжения, который заменяет многие вопросы-ответы. Сразу понятно, что с человеком. Такого тоже в мире нет. Ну ладно. До встречи, друзья. До связи.